Прокуратура потребовала временно закрыть пансионат в Тюмени. В регионе продолжаются проверки учреждений, которые предоставляют услуги по уходу за престарелыми людьми. Так, в областной столице специалисты ведомств побывали в Центре социальной помощи с круглосуточным пребыванием «Новая жизнь». Он находится на Рябиновой-1. На момент проверки в здании находились 26 человек, в том числе пенсионного возраста. В итоге были выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности. Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Ширина второго эвакуационного выхода меньше нормы, а ширина лестницы, ведущей со второго этажа, меньше нормы почти в два раза. Пол на путях эвакуации покрыт линолеумом, который является материалом высокой степени горючести. Были выявлены и другие нарушения правил пожарной безопасности. Прокуратура обратилась в суд с требованием приостановить деятельность пансионата до устранения нарушения. Руководителю предъявлено официальное предостережение об уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Добавлю, что в Цюмени планируют создать постоянную межведомственную комиссию по выявлению объектов, где незаконно оказывают социальные и медицинские услуги в условиях стационара. Такое решение было принято на совещании, которое провел глава города Руслан Кухарук с участием руководителей всех ведомств, департаментов и поликлиник. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...